сейчас наверно скользкая дорога надо быть осторожным на реально скользко блин чуть не упал не получилось повернуть возвращаемся сюда да грузовик там чуть-чуть так ехал резво я побоялся под него лезть моя брусчатка то какая скользкая да реально скользит главное передним колесом не тормозить красный свет мне интересно через морской вокзал можно проехать на корабельную набережную мне сейчас просто на луговую надо а я бы проехался через корабельную набережную сейчас проверим ж.д. вокзал морской вокзал сейчас через морской вокзал по идее там можно проехать ну или хотя бы там спуститься по лестнице на корабельную набережную мне тогда получается будет ближе на луговую морской вокзал я не знаю что там сейчас есть морской вокзал по-моему билеты на какие-то пароходики они не продают там просто торговый центр да вот что мне и нужно спуск на корабельную есть есть да так вот короче морская морской вокзал сейчас это по большей части торговый центр вот слева электричка стоит справа стоит парусник надежды наверное надежда да надежда пойдем посмотрим так так и тут не завязано они нормально укатаны какие-то работы там делают режут асфальт да вот это надежда по-моему не вновь есть и и и и и и Если билеты покупать, билеты продаются вот здесь, в паромной переправе. И вот стоит, кстати, катамаран, называется Москва. Он ходит на остров Попова, по-моему. Да, на остров Попова и еще куда-то. Остров Попова и остров Рейники, по-моему. Классный катамаран. Я на нем как-то ездил на Попово. Очень комфортный, с кондиционерами, сидение как в самолете. Шикарно. Вот терминал, где билетики продают на него. Опа. А тут у нас русский гравл. Пойдем на дорогу. У меня велосипед не очень предназначен для таких гравийных дорог. А тут вот новый асфальтик. Тут хорошо. Кстати, вот здесь вот слева, ну вот, прямо сейчас, здесь за вот этим зданием площадь центральная. То есть, мы в центре. Опа. Военные корабли стоят. Здесь какая-то морская военная часть. Слева. Это, по-моему, управление Тихоокеанским флотом. Если мне не изменяет память. Да, штаб Тихоокеанского флота там написано. Ага. Вот стоит памятник подводной лодки С-56. Сейчас это памятник музея. В него можно зайти, погулять там. Полазить. Всякие укромные местечки. Так, здесь все машины поворачивают налево, потому что налево выезд на Светландскую. А мы можем проехать прямо и доедем до набережной Цицаревича. Ой, блин. Водители от бога просто. Стоимость парковки 30 рублей час. Вот так вот захотел прийти погулять, заплати за стоянку машины. А вот вдоль дороги, получается, стоят те, кто не хотят оплатить 30 рублей. Так, вот это вот у нас уже въезд, по-моему, на дальзавод, что ли. А это набережная Цицаревича? Можно, да? Проехали. Спортсмены бегают. Вот это набережная Цицаревича. Сейчас попробую туда проехать. Это все здания, по-моему, дальзавода. Какой якорь, уго. Ничего себе. Так, вот что написано у нас. Набережная Цицаревича. Собственность акционерного общества «Центр судоремонта дальзавод». Основан в 1987 году. Ой, что это за якорь такой? Огромный. Ну-ка, почитаем. «Центр судоремонта дальзавод». Дата закладки 26 октября 2018 года. Капсула времени. Вскрыть в 2037 году. В день 150-летия завода. Ага. Дальзавод, а? Закладки делает какие-то. Так, поехали на набережную, на саму, к морю поближе. Прыг. Опа. Опа. О-о-о, класс. Прикольно тут. Видно весь мост золотой. Хорошо тут, но ветрено. Поеду я отсюда. О, можно проехать под мостом. Кстати, вот этот мост облюбовали люди, которые женятся, выходят замуж. Там куча-куча замочков висит вон сверху. Они тут фотографируются. Ладно, тем временем мне надо ехать по делам. Самокаты. Ого, тут кран какой. Это все уже территория Дальзавода получилась. Ну, классно, классно сделали. Прям. Можно погулять тут. Думал, поднимут мне шлагбаум. Ну, нет. Ладно. Так, и это мы поднимаемся на улицу Светландская. Слева цирк. Автобусная остановка. Автобусная остановка тоже цирк. Прямо посмотрела. Да! Прямо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.